В ГИБДД к 6 утра. Почему москвичи выстраиваются в очереди на регистрацию авто, когда можно записаться онлайн? И кто эти люди, которые предлагают решить все проблемы за 4 тысячи рублей? Решил присутствовать лично Эльман Пашаев, пришел в полицию на допрос с человеком, который его якобы шантажирует и вынуждает отказаться от защиты Ефремова. Камуфляжная ряса без благословения. На форуме «Армия-2020» представили военно-полевые рясы для священников, однако в РПЦ их не оценили. Подробнее о скандале расскажем. В прямом эфире Светлана Клевченко. Один с вечера в столице. Это прямой эфир телеканала «Москва-24». Здравствуйте. В Москве торгуют талонами на регистрацию машин. За 4 тысячи рублей перекупщики готовы оформить все бумаги самостоятельно. Многих автовладельцев это подкупает, поскольку в ГИБДД пробиться сложно даже при онлайн-записи. Как распознать мошенников, расскажет Мария Валиева. Мы приехали в ГАИ к 6 утра. В очереди где-то были примерно 30-е. Запустили нас по 8 утра. Соблюдалась дистанция, сказали надеть маски. Без маски не пускают. Померили температуру. Зашли, спокойно взяли талон. У здания ГИБДД в сигнальном проезде огромная очередь. Все эти люди счастливые обладатели новых машин. Им необходимо поставить свои авто на учет. По закону они должны все оформить в течение 10 дней после покупки. У многих сроки поджимают. В ГИБДД в очередной раз подчеркивают. Терять время возле их отделения ранним утром не обязательно. Записаться можно онлайн. Могут воспользоваться интернет-порталом, единым порталом государственных услуг. В среднем в день записывается около 300 граждан. И также граждане могут, если у них возникают какие-то трудности, прибыть в подразделение и получить талон. Вчера был прием только граждан, которые записывают через портал государственных услуг. Сегодня мы работаем в обычном режиме. И граждане, которые прибывают в подразделении, могут получить талон. Братья Федор и Сергей Каратеевы со своим ретроавтомобилем из общей массы выделяются. О старенькой «Волге» мечтали давно. И вот, наконец, купили. Чтобы ее оформить, говорят, приехали к отделению ГИБДД в 4 утра. Хотели быть первыми. Мы приехали сегодня утром. А некоторые люди проезжают со вчерашнего дня, стоят, ждут. Чтобы попасть в Амрео, нужно внести себя в список рукописный. По этому рукописному списку получают талоны в Амрео. По этим талонам, которые дают, не всем, а только спустя какое-то время определенное количество штук, только тогда ты попадаешь на регистрацию в Амрео. Талоны доступны всем, рассказывают сотрудники отделения. Количество не ограничено. Чтобы получить их, необходимо предъявить документы на машину. У нас подразделение работает рабочий день с 8 часов. Талоны мы открываем с 7.30. Никаких списков у нас нет. У нас выдаются в порядке живой очереди. Граждане выстраиваются и в порядке социальной дистанции приходят с документами и получают талон. Утром в живой очереди автолюбители могут простоять полтора-два часа. У многих сдают нервы. Они уходят и ищут тех, кто им поможет зарегистрировать машину. Мошенники на это и рассчитывают. За 3-4 тысячи готовы все оформить. Но никаких гарантий не дают. Вы можете зарегистрировать мою машину в ГАИ? Да, можем. Да, 4 тысячи услуг стоит. А квитанцию вы выдаете? Ну, какую квитанцию? Ну, чек на оказание услуг. Договор вы заключаете с клиентами официальный? Нет, конечно. Мы это все делаем через ГАИ. В ГАИ вы приезжаете, мы идем, все проводим. СТС вам выдают номера. Искать посредников через интернет юристы не рекомендуют. Ведь все, что нужно заплатить автолюбителям при постановке машины на учет, это госпошлину. 800 рублей. Это все мошенники. Они никакого отношения к подразделениям ГИБДД не имеют. Они никак не могут вам помочь ни ускорить в получении водительского удостоверения, не поставить автомобиль на учет. Они пользуются доверчивостью наших граждан и пытаются завладеть их денежными средствами. Это квалифицируется как мошеннические действия и наказывается вплоть до реального лишения свободы. Зарегистрировать автомобиль можно и во флагманских многофункциональных центрах. Туда тоже лучше заранее записаться. Необходимо предварительно записаться на портале мост.ру, либо на сайте госуслуги, собрать необходимый комплект документов. А государственную пошлину можно оплатить уже в МФЦ. Также в каждом флагманском офисе находится площадка для осмотра транспортного средства. Ну а тем автолюбителям, которые все-таки предпочитают по привычке получать номера только через ГИБДД, без каких-либо онлайн-услуг, рекомендуют просто приехать в правильное время. После 9 утра очереди у здания уже нет. Автовладельцы, которые приходят сюда к 10 часам или к 11, спокойно берут талоны и ждут, когда их вызовут. Время ожидания, говорят в ГИБДД, максимум один час. Мария Валиева, Виталий Лукьянов, Александр Ромашов, Наталья Дудина и Дарья Танканок. Москва, 24. РПЦ открестилась от камуфляжных ряз для священников и отказалась благословлять новую форму. Ее показали на форуме «Армия-2020». Православные иерархи обиделись на военных, а все потому, что те не согласовали с ними новое облачение. Данная инициатива синодальным отделам по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами не согласовывалась. Без благословения священоначалия все это сделано. И кроме как недоумения ничего не вызывает. Все военно-полевые рясы выкрасили в цвет хаки. Подол отстегивается. Это для удобства в полевых походах и учениях. А еще у рясы свои нашивки и эмблемы. Вместо петличек православный крест, а фамилия солдата заменена именем и церковным саном. Полтора миллиона рублей заработали столичные аферисты на продаже печенья и китайской лапши. Их предлагали под видом нового лекарства от рака. Обзванивали только пенсионеров. Представлялись врачами и сообщали о страшном диагнозе якобы у пациента онкология. Действительно приехал курьер. Это уже было без 24 где-то. Но он быстренько. Самое смешное, конечно. Тут же я сразу поняла, что это такое, что это хатрон самый настоящий. Он вошел, у него в правой руке был пакет такой желтый. Это лекарство, его надо на холоде хранить, я поставлю в холодильник. Положил в холодильник, сам пошел, значит, сам. Я за ним тут же не буду что-нибудь тормошить-то при нем. Ну вот, ну и значит дает мне товарный чек написано. Неграмотно написано слово онкология с ошибкой. Пенсионерам привозили посылки. Сутки их нужно было хранить в холодильнике, а после вскрытия там оказывалась китайская лапша быстрого приготовления или печенья. Стоит такая посылка от 300 до 500 тысяч рублей. Курьера задержали. Теперь ищут его сообщников. Сейчас срочное сообщение. В железнодорожном горит склад. Об этом сообщают очевидцы. Другие подробности пока неизвестны. К другим новостям. Адвокат Михаила Ефремова Ильман Пашаев попал на допрос в полицию. Он решил лично присутствовать во время разговора с человеком, который его якобы шантажирует и вынуждает отказаться от защиты артиста. По крайней мере, на этом настаивает сам юрист. Он уверен, что мужчину кто-то заставляет свидетельствовать о передаче ему денег. Речь идет о деле трехлетней давности, которая связана с мошенничеством. Я как-то приехал, что пойдем в отдел полиции. Вроде же, ты же мне деньги давал. Я с тобой должен быть. Нет, просто говорю. Можешь снести. Вроде. Если позору, пойду. Нет, ну ты же мне деньги подавал. Полтора миллиона рублей. Просто я думаю, пойдемте туда. Разберутся они, я тут хочу. А подожди, заявление же ты писал, не они же. Ну, не знаю, кто писал заявление, они или я. Я пришел сюда, как раз, когда услышал. Я говорю, да, как раз Пасынок Ванзор здесь, свидетель здесь. Проводите со мной очень ставку. И также назначите полиграф. Я готов проходить полиграф. И также Пасынокову полиграф назначить. И также свидетелю полиграф назначить. Я пришел сюда. Пока ответа нет. Я попросил, чтобы пообщаться с руководителем отдела полиции, чтобы без скандала, без ничего, чтобы решить. Как-то, ради бога, пускай в рамках закона и допрашивают, расследуют. Я не против. Когда берут, что человеку угрожает следователь, что против Пашаева дай показания, чтобы он получил деньги от Пасынокова. Ну, у меня другого выбора не было, чтобы приехать сюда. Свою версию происходящего на суде расскажет адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский. Он даст большое интервью нашему коллеге, журналисту Евгению Додолеву. Смотрите в нашем эфире прямо сейчас. Здравствуйте. В эфире спецвыпуск с Александром Добровинским. Так будет называться наш проект. Я чувствую, что мы будем встречаться регулярно. Потому что обещали, что к августу дело Ефремова закончится. Я так понимаю, что оно не закончится в ближайшие полгода. Год, ваш прогноз? Ну, вы знаете, я думаю, я говорил, что оно закончится в августе. Да. Но если бы сторона защиты не тянула его таким образом, как это было сделано, то мы бы закончили, конечно, в августе. Потому что, если вы помните, мы потеряли с 11 по 18 августа на страшную болезнь, которая была блестяще вылечена в Боткинской больнице. То есть вы с иронией говорите, вы считаете, что это был спектакль. Вы вот так интонируете, даете понятность. У меня нету никаких оснований считать ничего. Но у меня есть основания видеть то, что я вижу. Было объявлено, что у Михаила Олеговича инсульт. Это сделали его представители. Испания Пашаев сказал об этом во всеуслышание. Кстати, там был еще скандал с вашими коллегами, которые спрашивали, почему он сказал одно, а потом свои слова забрал обратно. Это его личное дело, меня это не очень интересует. Был поставлен сначала диагноз публичный инсульт, потом выяснилось, что инсульта нет. И у нас суд затянулся с 11 до 18 августа. А потом была следующая коллизия, которая началась в пятницу с отставкой адвокатов господина Ефремова. И это затянулось еще больше, чем на неделю. Потому что следующее судебное заседание, когда мы начнем снова, это 31 августа. Поэтому, в общем, две недели, считайте, выпало из процесса. Но я думаю, что мы закончим все в ближайшую неделю. Хорошо. А если, по вашей версии, сторона вашего оппонента, Альмана Пашаева, затягивает процесс, то это делается, видимо, с какой-то целью? С какой, по вашему мнению, профессиональной? Мне трудно судить, понимаете. Смотрите, прежде всего поставим точки над «и». В любом деле отвечает все равно подсудимый. И все, что делается, делается исключительно по согласованности с господином Ефремовым. И поэтому, есть у меня процессуальный противник или нет у нас процессуального противника, это только обвиняемый на суде. Больше абсолютно никто, понимаете. Это только подсудимый. Не обвиняемый, подсудимый, простите, я оговорился. И больше никто. Потому что вот именно с подсудимым должна быть согласованная его позиция. Поэтому, если идет затягивание процесса, это никто, кроме подсудимого Ефремова. Я Михаила Олеговича знаю давно, не близко и не хорошо, но очень давно. И у меня все-таки представление, что он такой, знаете, актер-актер. То есть вот этот человек, который в данной ситуации может быть ведомым. То есть человек, который слушается советов, как режиссера, условно говоря, данной пьесы с его стороны. Поэтому здесь все-таки, мне кажется, ваш оппонент в значительной степени Эльман Пашаев, который представляет интересы. Вы знаете, вы говорите о психологии. А я говорю о том, что происходит на самом деле. А был предотвольный, понятно. Потому что, понимаете, господин Пашаев не будет фигурировать в приговоре. Будь то приговор обвинительный или оправдательный. В приговоре будет фигурировать, к сожалению, Ефремов. И решается его судьба. А все остальное немножко вторично. В самом начале этой истории, еще до того, как у вас появились доверители, вот сторона потерпевшая в этом деле, вы обранили фразу, что вы бы отказались защищать Михаила Олеговича Ефремова, потому что видите, как легко его оправдать. Сейчас на этом этапе вы по-прежнему придерживались этого тезиса? Или очень изменился контекст этого дела? И сейчас вы бы уже не смогли бы его вывести на оправдательный приговор? Я немножко по-другому видел характер и ментальность Михаила Олеговича. Это первое. Мне казалось, что он немножко... Он казался немножко другим человеком. И второе, я бы в этом деле пошел совершенно другим путем, нежели чем сегодня тактически, стратегически делает и предваряет свою защиту защиту господина Ефремова. Но вы как бы ушли от вопроса? Нет, нет. У меня просто был другой совершенно путь. Этот был мой путь, предполагал работу совершенно с другим человеком. Господин Ефремов оказался совсем не тем человеком, которого я видел на сцене. Я же не знаком с ним был никогда. Вы знаете, я беседовал вот в этой студии с Эльманом Пашаевым. Прямо на этом кресле. Да, вот буквально на этом кресле. И мы после эфира пообщались. И как бы у меня сложилось впечатление, я должен подчеркнуть, что господин Пашаев этого не озвучивал буквально. Но серия каких-то намеков и недомолвок сформировала у меня впечатление, что главный козырь господина Пашаева это то, что он может доказать, что за рулем был друг и коллега Михаила Ефремова. И Михаил Ефремов просто из понятий таких вот ольскульных товариществ не готов, условно говоря, сдавать. На самом деле, человека, который сидел за рулем. Вы можете мне сказать, является ли, допустим, Иван Стебунов, актер и молодой коллега Михаила Ефремова, свидетелем по этому делу? Нет, он не проходит у нас свидетелем. Хорошо. Может быть, в ближайшее время с защитой господина Ефремова его, конечно, пригласит, но пока его нет. Но он же был на месте ДТП, насколько мы все знаем. Да, он приехал на место ДТП, по крайней мере, из прессы, из того, что я читал. Он говорил, что он приехал там спустя какое-то время. Там много актеров собралось. Кстати, это отдельная история, почему это произошло. По крайней мере, такую версию мне рассказывают. Я бы выслушал с удовольствием эту версию, почему там собралось. Смотрите, эту версию я, знаете, за что купил, за что продал. Министерство культуры назначило худрука в театре современника. Да. И новый художественный руководитель был встречен в штыки большинством актеров, которые работают в театре, которые не захотели, очевидно, после ухода великой Галины Волчек, вот этого человека. Гармаш даже открытое письмо написал. В этот вечер, вот как раз в этот вечер, когда произошла трагедия, именно 8 июня, в театре готовилась революция. И, собственно, почему много актеров оказались в одном месте? Они ехали все в театр. Понимаете? И действительно, в общем, когда я задумался, почему я начал, я же собственное расследование веду, и действительно, когда я задумывался о том, как, знаете, вот вечерняя Москва, там, 10 часов, что людям нечего делать, как-то циркулировать по Садовому кольцу, смешно, да? Они все разбросаны по разным уголкам Москвы. Они все живут в разных... Давайте только мы объясним, где это произошло, и где находится театр, чтобы по географии у нас... Ну, театр у нас находится на Садовом кольце, а попасть туда, если ехать по движению, как ехал господин Ефремов, то там проезжающие через 15 минут и около театра. И действительно, если мы задумаемся... Да, вся авария произошла на Садовом кольце недалеко от МИДа. Если мы задумаемся, то на самом деле люди, которые приехали туда, они как-то разбросаны по разным точкам Москвы, они там живут. И вдруг они все в одно и то же время оказались очень быстро в одном месте. Каким образом? Они находились в движении, насколько мне сказали. И они двигались в театр. То есть ехали в театр? Да, они ехали в театр. И каким-то образом они или увидели это ДТП, или услышали сообщения? Ну да, там быстро стало все известно. Вам встречалось в одном из телеграм-каналов, если вы следите за телегой, утверждение, что уход Сергея Гармаша из театра был вызван тем, что Чулпан Хаматова его шантажировала тем, что она придаст огласке тот факт, что он был в машине, и его вынудили уйти. Нет, я не... Вы не слышали такой версии. Вы допускаете, что в принципе кто-то, мы уже сейчас не говорим, был ли это коллега Михаила, какой-то другой актер, другой человек был на водительском месте. Нет. Почему? Ну, у меня есть целый перечень доказательств в деле, включая свидетельские показания, которые говорят о том и, как бы, съемка, и, собственно, признание господина Ефремова самого. Признание, что он был за рулем? Такого признания нет. Я виноват, там написано, я виноват, увы. И это было сделано и в первый день, и через два дня после того, как произошла авария, когда он уже отрезвел. И, собственно, этот каскад доказательств, очень разных, говорит о том, что господин Ефремов был за рулем. У меня и у государственных обвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное, ну, отлукавовало. Вы знаете, я просто, поскольку не помню полный титул, новый я зачитаю, просто мне, поскольку анонсировалась наша с вами беседа, мне буквально вот час назад позвонил известный вам человек, которого я знаю как тонкого и интеллигентного актера, но он, ко всему прочему, помимо того, что он народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, он с недавнего пор руководитель Департамента защиты прав, свобод и законных интересов творческого сообщества в Национальном комитете противодействия коррупции в Российской Федерации, Никита Борисович Жигурда. И сказал, что у него как раз есть доказательства, тоже и видео, и заключения разных экспертиз, что Михаил Олегович Ефремов не был за рулем, и что есть доказательства того, что монтаж, следы монтажа, а вот видео, про которое вы говорите, которое доказывает как бы правоту обвинения, вы можете как-то прокомментировать? Слова господина Джигурды? Да. Нет. Слова господина Джигурды я комментировать не могу, по многим причинам. Но если у этого человека есть какие-либо основания, то мне кажется, сомневаться в том, что происходит на процессе, мне кажется, что вместо того, чтобы общаться с журналистами, надо пойти в правоохранительные органы и сообщить им о своем, как он говорит, расследовании, там, я не знаю, противодействие, коррупция и так далее, и сообщить им, потому что этим занимаются правоохранительные органы разные, прокуратура, следствие и так далее. А рассказывать о том, что там есть и какой монтаж, можно домохозяйкам или еще кому-то. Если человек выявил какое-то преступление, то оно должно быть, о нем должно быть сообщено в правоохранительные органы еще раз, и не более того. Вот я не могу, конечно, не спросить вашего мнения и попросить прокомментировать мотивацию отказа Михаила Ефремова от своего адвоката. Да, как вы уже обозначили, он снова его нанял, но он от его услуг отказался, мотивируя это тем, что господин Добровинский, то есть вы подсмеиваетесь над своим оппонентом, и вот это каким-то образом... Вы знаете, мотивировать можно чем угодно. Так как господин Пашаев вернулся в дело, то значит, господину Ефремову подсмеивание мое, которого не было, потому что эта выдумка не мешает реинкарнации господина Пашаева в деле, не правда ли? Поэтому мотивировать можно было чем угодно. На самом деле все значительно проще и намного прозрачнее. Но до того, как я вам скажу, что на самом деле, мне кажется, что, вы знаете, все, я прошу прощения, Евгений, не включая вас, настолько увлеклись этим сериалом, который смотрит вся страна, к сожалению, что забыли о судьбе многих людей, а именно, в общем, ни за что погибшем, очень хорошем человеке Сергея Захарева. О трагедии, которая пришла в дом к его детям, вдове, родным, к брату, к его маме и так далее. О трагедии, которую принес своим родным Михаил Олегович Ефремов. Вот нам интересно, обывателю, вернее, интересно все, кто что сказал, кто что сделал, на чем приехал, как одет, кроме этого. И мне кажется, стирка грязного белья не заслуживает того внимания журналистов, как судьбы людей. Ну, это преамбула, простите меня. Теперь, что же касается... Вы, конечно, вырежете, что я сказал, но это жаль. Нет, я просто обещаю, что это останется. Спасибо. Теперь, что же касается ухода защитников из дела господина Ефремова. Оставим мотивацию в сторону, потому что она не держится никаким образом. Если бы в ней была логика, то господин Пашаев и господина Ширгородская не вернулись бы. Ну, согласитесь, да? Мы над ними подсмеиваем сначала, а потом мы что, перестанем над ними подсмеиваться? Ну, смешно. Никто над ними не подсмеивался. Это очередной ход. Теперь, почему это произошло? Дело в том, что по дням в четверг был допрошен свидетель защиты. Этот свидетель защиты утверждал, что он видел господина Ефремова на сиденье, на пассажирском сиденье. И он говорил, много чего говорил. Во-первых, он говорил, что он выпивал в каком-то скверике или где-то. Но объяснить на мой вопрос, а как он выбрался из этого скверика? Он пошел направо, налево или прямо? Ну, назад он не мог идти, потому что мы не пятимся назад, мы куда-то должны двигаться вперед. Объяснить, как он попал на Садовое кольцо, он не смог. Второе, он сказал, что он обернулся на виск тормозов. И увидел, и услышал эту аварию. Так получилось, что тормозного бытия не было. Поэтому тормоза визжать не могли. И в материалах дела это очень четко сказано. Поэтому я думаю, что суд обратил на это внимание. И мы увидим оценку этому свидетелю, который даст суд, безусловно. Третье, он сказал, что он первый подбежал... Там много чего было сказано, я не буду углубляться, я большие вещи только даю. Он подбежал первый к аварии. Место аварии. И вот тогда он увидел господина Ефремова и увидел человека, который ему грозил сначала через закрытое окно, и разговаривал с ним через закрытое окно. С водительского места. С водительского места. А потом через открытое. Через закрытое окно я не знаю, как можно разговаривать, но выяснилось, что это так. И в конце концов, когда этому человеку показали видео, на котором бегут люди к месту аварии, то его не было. Его просто не было. Он не фигурирует среди людей, которые побежали к автомобилям. Мне кажется, суд очень скептически будет относиться к показаниям этого свидетеля. Однако в четверг было заявлено защитой именно господину Пашаеву и господину Ширгородской о том, что этот человек был не один, а он был с кем-то. И этот кем-то, второй свидетель, должен предстать перед нами, перед судом, конечно. На следующий день, в пятницу. Его явка была обеспечена. Мало этого, была просьба в связи с тем, что он находится вне пределах города Москвы. Он должен появиться перед экраном в каком-либо суде, потому что он должен дать подписку и так далее. Суд на следующий день, да. И как бы это было сказано еще раз в четверг, в пятницу, мы опять появились в суде. У нас слушания ведут каждый день. В начале дня, когда начался снова суд, защита господина Ефремова попросила сделать перерыв. Хотя бы на один день, потому что там и так далее. Им требовался один день срочно. Судя не согласился, и мы продолжали слушать. Господин Пашаев объяснил, что они не могут найти этого человека, второго свидетеля. Он не может прийти в суд. Он находится 350 километров от какого-то города, хотя вчера было известно, где он будет находиться. А суд предложил свидетелю явиться в судебный участок, там, где он может дать показания. Но этого не произошло, свидетель пропал. Так как свидетель пропал, то мы начали присутствовать при... То есть присутствовали при феноменальной затяжке процесса. Каждое ходатайство, каждое ходатайство читалось по два раза. Почему? А процессуально, так как два адвоката, они имеют право... Сначала один читает как бы от себя, а потом второй. Зачем? Чтобы затянуть процесс, чтобы выйти за рамки пятницы. Потому что нужен был один день, чтобы или найти этого человека, или отработать его, или поговорить с ним. То есть я хочу просто уточнить для зрителей, тот же самый текст, буквально, он озвучивается дважды. Да. Что как бы немножко для нас, для всех, для участников процесса, было понятно, для чего это делается. Но я не знаю, как суд на это реагирует, даже не разговаривая с судьей, понимаете. Не имеете права или не имеете права? Нет, не имею права, конечно. Дальше судье был дан отвод на основании того, что... Видите, оснований по закону не было никаких. Вы не можете дать отвод судье, если суд не соглашается с вашим мнением. Это смешно, понимаете. Выходит за рамки любого понимания нормального судебного процесса. Ну, согласитесь, если вы представляете некое ходатайство, которое вам кажется правильным, а суд говорит, нет, извините, это не имеет никакого отношения к делу. Вы что, сразу обидитесь на суде и скажете, уходите отсюда, я вам больше не доверяю, прощайте? Смешно. Но вот приблизительно такое было заявлено в эту же пятницу. Для чего это было сделано? Мы два с половиной часа обсуждали попытку отвести суд в этом деле. Два с половиной часа было обсуждение. Защита очень долго говорила и говорила, и говорила. Потом это обсуждалось. Потом судья вынужден был уйти в совещательную комнату, потому что это процессуально можно вынести определение только таким образом. Она ушла в совещательную комнату, потом она вернулась, потом она зачитывала это определение и так далее. На это ушло всего два с половиной часа. И когда мы подобрались где-то к пятому часу, то есть было 4 часа, по-моему, 15-20 минут, и все ходатайства, которые были повторены два раза, и вот отвод судья, на который тоже ушел два с половиной часа, и все паузы, перерывы на обед, все закончилось, и не осталось ничего, тогда защита попросила у судей пятиминутный перерыв на согласование некой позиции с господином Ефремовым. Суд дал пять минут, они куда-то вышли, посовещались и вернулись, и господин Ефремов сказал, что он найдет адвокатов более, дословно, более, по-моему, сильных, или более серьезных, чем господин Пашаев и госпожа Ширгородская. Ну, у тебя там конкретные фамилии прозвучали, его знакомых и Падвы, и Резника. Да, да. Я, когда спрашивали мое мнение, я сразу сказал, что и аргументация, и все, что было сделано господином Ефремовым и заявлено, это все, как бы, видите, сделано белыми нитками, на черном. Потому что понятно, для чего это было сделано, нужна была затяжка в процессе, потому что надо было найти вот этого второго свидетеля и что-то с ним сделать, я не знаю, поговорить, найти. Я не скажу, что обработать, я со свечкой не стоял, но все возможно. И действительно, у нас, опять-таки, по процессуальному законодательству, в этом случае дается пять суток. Это много или мало, как вы считаете? Слушайте, много, мало, это пять суток, которые положены в таком случае господину Ефремову для того, чтобы найти новых адвокатов. Эти пять суток, значит, начинались там в пятницу и должны были закончиться в среду. Я публично у ваших коллег в пятницу сказал, что господин Пашаев вернется к нам через несколько дней. Ничего не изменится абсолютно. Ну, не верили, не верили, это вторично, но я это сказал в пятницу же вечером. В понедельник было назначено судебное слушание, господин Ефремов пришел и сказал, что его супруга в настоящий момент ищет и общается с адвокатами, и, наверное, к среде они кого-то найдут. Дальше события разворачиваются очень интересным образом, потому что мы находимся в суде, и в это время мы получаем очень интересную информацию, мы устраиваем совещание по этому поводу. И обычно, когда заканчивается день в суде, мы выходим, и там стоит огромная толпа народу, журналистов, которые требуют новостей, которые требуют того, о чем я вам говорил, и которым совершенно неинтересна судьба людей. Им интересно там, что происходит, кто что сказал и так далее. И мы выходим к этим журналистам и вынуждены с ними общаться. Там, знаете, если вы посмотрите, что там происходит, там трудно пройти через слой. Журналисты просто, я с трудом выхожу и вхожу. Это совершенно невозможно. Там дошло до того, что мне пришлось в понедельник всех перехитрить, и я пустил машину, а сам пробрался там через задний ход к суду. Ну, это просто, знаете, переходит все границы. И господин Ефремус сказал, что вот его супруга общается в понедельник, будет общаться во вторник и в среду примет некое решение, кто будет ее защищать. Мы получили очень важную информацию и остались в суде часа на полтора-два на совещании. Действительно, мы получили очень серьезную и нужную информацию по этому поводу. По поводу нашего суда. Выйдя к журналистам, нам пришлось об этом сказать, что да, мы получили такую информацию, что, простите, не вышли раньше. Нормальные люди должны извиняться за то, что задержали там, не знаю, 200 или 300 журналистов, которые постоянно дежурят перед судом. Буквально через полчаса в ответ на информацию, потому что я подозреваю, что то, что мы узнали, известно и той стороне, господин Пашаев сообщил, что он снова в деле. Это была реакция... Это как-то связано было и на решение? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Это была реакция на сказанное нами. Заинтриговали. Он снова в деле, и он, немножко для меня это странно прозвучало, вот он когда был адвокатом, он мог вызвать второго свидетеля. А теперь, потом он не был адвокатом, он не мог, и сейчас он почему-то тоже защиты не может вызвать этого свидетеля. Ну, посмотрим, вызовет или не вызовет. Все начнется снова 31 августа этого года. Ну, ведь, возможно, какое-то давление, какие-то игры со свидетелями, запугивания, попытки подкупа. Или вы не допускаете, что в данном деле могут быть задействованы такие инструменты, какой-либо из сторон? Все может быть. Вы допускаете это? Ну, я не знаю, я же не стоял со свечкой. Я не могу говорить вещи, которые я не знаю, понимаете. Бывает, наверное, все, это уголовно наказуемое деяние, подкуп и так далее. Ну, уже свидетельство тоже уголовно наказуемое. Конечно, конечно. Да, ну, в этом должны разбираться правоохранительные органы, а точно совершенно не адвокат потерпевших. Вы знаете, меня озадачило, что господин Пашаев пытается включить такую условно, очень условно говоря, политическую составляющую. Он очень подробно рассказывал журналистам и мне, и моим коллегам о том, что у Михаила Ефремова висит портрет Путина. И, как бы, что он достаточно лоялен внешней власти, и не надо воспринимать его как оппозиционера, как человека, который там вместе со своими соратниками по проекту гражданин и поэт и прочим находится в оппозиции. Потому что вы, может быть, не знаете, но Андрей Орлов, Орлуша, известный поэт земли русской, он как-то заявил, что поскольку он хорошо знает Подмосковье, он готов выступить проводником для войск НАТО во время оккупации Московской области и Российской Федерации. Это эпатажное заявление, мы понимаем, что он этого там никогда не будет делать, но там изначально присутствовал вот этот вот политический фактор. Вы допускаете, что он будет как-то пропедалирован в дальнейшем? И вы собираетесь как-то на этой поляне что-то дезавуировать? Не, я совершенно далек. От этого я вообще политикой не интересовался. Никогда мне там скучно безумно. Но я вам скажу такую вещь. Понимаете, какое дело? В приговоре, будь то приговор оправдательный или обвинительный, не будет фигурировать актер Ефремов, не будет фигурировать диссидент Ефремов, не будет фигурировать пропутинец Ефремов, не будет фигурировать заслуженный артист и сын великого Олега Николаевича, великого, понимаете, человека. Там будет Михаил Олегович Ефремов и покойный Сергей Захаров и все, что произошло. Там этого ничего не будет. Поэтому говорить и спекулировать о том, читал он стихи, не читал он стихи, висит у него портрет Путина или не висит у него портрет Путина. Предал он своих друзей, потому что многие считают, что он предал плеяду людей, которых называют себя либералами и так далее. Перешел он в другой стан. Отрекся он от них или не отрекся? Читал он стихи или не читал? Это абсолютно вторично. Есть трагедия, которая пришла в два дома. И в этой трагедии виноват Михаил, на мой взгляд, Михаил Ефремов. А вот жизнь Сергея Захарова уже не вернешь. А все остальное вторично. Вот вы знаете, не вернуть можно ведь и утратить, не вернуть можно и репутацию. И сейчас мы говорим не только о Ефремове, но и о Ринаме, о людей, которые в этом процессе являются игроками. И я говорю и про вас, и про Пашаева. Вы, не знаю, следите, есть у вас время следить за реакцией социальных сетей. Но пишут и говорят разные. Андрей Вадимович Макаревич, который является трендсеттером определенным и авторитетной фигурой в благосфере, вот он просто написал, что надо обоев, имея в виду и Добровинского, и Пашаева, решить лицензии. Вас это огорчает? Или вы считаете, что караван идет? Вы знаете, какое дело? Смотрите, всему мы живем в обществе, которое давно регламентировано по тем или иным причинам, да? Начиная с древней Иудеи, через Римскую империю, кодекс Наполеона и так далее, регламентированное законодательством. Мнение всех остальных людей является мнением уважаемых людей, мнение обывателя, мнение кого угодно. Это все мнение. Все остальное, наша жизнь, так случилось, регламентирована. Она регламентирована там разными кодировками, разными кодексами и так далее. Вот, если мой уважаемый коллега, господин Пашаев или я, что-то нарушили, то, наверное, нас надо чего-то лишить. А если мы ничего не нарушили, то это остается мнением людей, которых можно слышать, слушать, но которые мало что значат в реале. Это мое мнение. Да, но ведь, когда мы говорим о реакции, мы подразумеваем, что отсутствие иногда каких-то комментов, какой-то реакции, оно может свидетельствовать о правоте обвиняющего. Допустим, тот же Никита Борисович Жигурда там говорит, что он там провел свое расследование, он говорит, что у вас нет образования юридического. Тогда почему меня так надо бояться? Ну, это уже другой вопрос. Нет, нет, это вопрос... Это же полемика, но вы же никак не реагируете, вы же не... А зачем? Ну, слушайте, где... Мы находимся по разные стороны, даже не баррикад, а миров. И, конечно, я не могу реагировать на слова господина Жигурда. Я ему должен доказывать, что я кандидат юридических наук, что я защищался в школе МВД, например, много-много лет назад. Это я должен доказывать кому-то, я никому ничего не должен доказывать, вы знаете. Я должен доказывать только свою любовь своим близким и больше ничего. А все остальное, знаете, вспоминается удивительно, да? Вы мне напомнили одну историю, которая приключилась со мной много-много лет назад, когда я пришел на футбол со своим дедушкой. Дедушка болел за одну команду, а я болел за другую. Мы смотрели футбол, и моя команда проиграла. И я говорю, дедушка, наши играли намного лучше. И дедушка посмотрел, дед меня всему учил, дедушка посмотрел на меня и сказал, Ты знаешь, есть один критерий. Смотри табло с результатом. Давайте посмотрим табло с результатом. Давайте посмотрим, что будет. Какой приговор вынесет суд? Оправдательный или обвинительный? И тогда и господин Макаревич, и господин Джигурда, и все остальные болельщики, в кавычках, со всех сторон, могут говорить все, что им нравится. За, против, восхищаться или возмущаться. Давайте увидим, что скажет суд. И это, наверное, главное. Вот у вас прозвучало такое, ну как мне показалось, не обвинение, это неправильное бы слово, упрек в адрес нашего журналистского цеха, что мы этому делу посвящаем слишком много внимания, оставив какие-то аспекты стороне, ну как, собственно, саму трагедию, жертвы его родственников. Но неужели вы человек мегапрофессиональный, как я считаю, не только мы говорим сейчас про вашу профессию юриста, но и как человек, который понимает в вопросах пиара, знает, что такое хайп, и знает, что такое взаимодействие с прессой и с публикой. Неужели вы не понимаете, что это наша реакция, и мы отвечаем на запрос социума? У общества есть интерес к этому делу. По этому поводу высказались все, некоторые очень резко, там звучали слова «подонок», «мразь» в адрес Михаила Ефремова. То есть очень эмоционально люди это комментируют. К этому есть интерес. Вы считаете, что мы должны игнорировать, я имею в виду, мы журналисты, и просто ждать приговора, и не зазывать в студию вас, вашего оппонента, и не писать об этом? Вы затронули большой и глубокий философский вопрос, который относится к вашей профессии. Есть два типа журналистов, на мой взгляд. Есть журналисты, ведомые толпой, и есть журналисты, которые эту толпу направляют или учат. Наверное, и то, и другое имеют право на существование. Но, наверное, журналисты, которым больше интересно грязь, заслуживают... Я хотел бы спросить, что вы называете грязью? Вот давайте все-таки здесь дефиниции... Давайте. Смотрите, сколько денег получат... Всех интересовало, сколько денег получат потерпевшие? Это эти вопросы, которые задавались постоянно, мне, по крайней мере. И вот в течение двух месяцев обсуждали, сколько адвокат Добровенский возьмет с Ефремова денег. Почему я должен брать деньги? Это не мои. Это деньги потерпевшие. Причем с самого начала, с первого дня, когда я познакомился с семьей Захарова, с первого дня я всегда говорил, что они деньги не возьмут. Я понял. И никто не верил. Понимаете? И каждый раз, когда я подъезжал в суду, мне задавали один вопрос. Сколько денег и когда? И вы знаете, вот эта толпа жаждущих услышать сумму, она была... Да простите меня, журналистское сообщество. Она была отвратительна. Она хотела услышать и потрогать вот эти купюры. Не их даже, понимаете? Это подогревалось, конечно, той стороной, которая говорила, они хотят миллионы, они здесь, они все передрались. Была, например, сказана фраза, которая фигурирует в гражданском иске, который представлен в суде. Была сказана фраза, что все хотят быть потерпевшими и драться за деньги Ефремова, включая собак, кошек и всех деревенских. Красивая фраза была. И эти люди, вот которых я представляю, эти люди с самого начала говорили, нам не нужны эти деньги. В иске написано, нам не нужны кровавые деньги Ефремова. Они отказались от всех денег. Они хотели предъявить гражданский иск, они его предъявили на один рубль. На один рубль. Потому что все, что написано в этом иске, это крик души и манифест, не более того. А толпа журналистов жаждала услышать солененького или там клубнички. И больше ничего не интересовало. Их не интересовало, как жил Ив, как жил Захаров. Их не интересовало жизнь Ефремова. Их ничего не интересовало, понимаете? Их не интересовали деньги. Или кто с кем спал. Тоже очень интересный момент, понимаете? Например, в Сирмея Захарова была несколько лет назад абсолютно аналогичная трагедия. Мы с вами говорили. Да, там погиб человек при аналогичных условиях. Это никого не... Никто даже из журналистов не провел свое расследование. Деньги, понимаете? И я, понимаете, сталкивался с... И столкнулся с тем, что, наверное, из 200 или 300 человек, которые присутствуют там, постоянно, постоянно стоит, может быть, два или три человека пытаются, пытаются осознать, насколько важно для нашей страны. Чтобы этот процесс стал знаковым. Чтобы прекратилась ситуация, по которой знаменитые, богатые властелины этой жизни, чтобы люди, которые считают, что они могут все, перестали бы делать то, что они делают. Чтобы больше никто не сел за руль пьяным. Чтобы, может быть, может быть, на одну смерть в нашей стране от этого станет легче, меньше, понимаете? И никто никогда об этом не говорит. За исключением, может быть, там, одной или второй фигуры журналистов. И мне это не нравится, честное слово. Я не для этого в этом суде. Хорошо. Тогда финальный вопрос. Ответил? Да, да, вы ответили. Финальный вопрос, потому что у нас уже хрон, к сожалению. Пашаев жалуется, что на него оказывается давление. И он, там, в разговоре со мной, не исключил, что его могут привлечь к уголовной ответственности. Вы допускаете такой ход развития событий? Вы знаете, я сегодня... Вы не первый, который задаете мне этот вопрос. И мне сегодня сказали, вот, на Пашаево хотят завести уголовное дело. Ну, вот это вся история. Я сказал, что, знаете, завести можно будильник. Понимаете, а уголовное дело не может возникнуть из ничего. Ходят слухи, я не знаю, что действительно есть, по-моему, порядка восьми заявлений на господина Пашаева о возбуждении уголовных дел, которые датируются, там, полгода назад, два года назад. Они... Это старые дела, господин Пашаева. Я хочу уточнить, заявления старые или дела старые? Заявления и дела. Нет. Нет. Заявления и дела, которые не сделаны ни вчера, ни сегодня. И никакого отношения к делу Ефремова они не имеют. И никакого отношения дело Ефремова не имеет к тем делам. Поэтому сказать можно все, что угодно. Насколько сегодня опять фигурировало в прессе, было заявление господина Пашаева Бастрыкину, который говорит, вот там уголовные дела, там давят и так далее. Я предвижу ответ господину Бастрыкину, если, конечно, он будет. Потому что, ну, только наивные люди могут полагать, что дела, которые свершались два, три, пять лет назад кем-то, на сегодняшний день имеют какое-то отношение к работе человека, который защищает господина Ефремова. Давайте серьезно отнесемся к финалу суда, на котором мы присутствуем. Потому что нам осталось всего несколько заседаний. Огромное спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Если позволите, последнее я вам скажу. Я, так как мы с вами знакомы столько лет, Женя, и я так вас уважаю, что я вам обещаю, что если после того, как будет приговор, если вы меня пригласите на такой же разговор, вот на такой же, я вам расскажу всю подноготную этого дела, которое никогда до сегодняшнего дня не знал и не подраздевал никто. Потому что я не имею права говорить до... Я понимаю. ...окончания судебного следствия. Все заметано. Да? Все слышали, теперь уже Добровинскому не отвертеться. Огромное спасибо, что были с нами, как говорил мой матерый коллега. Извините, если кого-то не обидел. Все хорошо. Стыд нет, не слышали. Звезды продолжают раздеваться и выкладывать пикантные снимки. Настя Каменских наполняется энергией земли. Соня Таюрская из Little Big уже не big и красуется в мужском глянце. А Митя Фомин наглядно демонстрирует, что у него все хорошо. Как ни крути. Если вам что-то не нравится, можете смело идти на другую страницу и наблюдать, например, за Пирсом Бростеном, как вариант. Или зайти на Терна.